СЕСТ АТОМИКИН как самый высший орган установил нам 10 параметров, по которым правление АТОМИКИНа, центральный аппарат отслеживает, скажем так, деловой климат, ведёт работу с государственными органами. Вы сейчас одними из первых, на первом месте стоит вопрос защиты прав предпринимателей. Вы сейчас на это обратили внимание, Сергей Миш, говоря о том, что какая ситуация по проверкам, по правоохранительным органам. Существует общественный совет, активно реагирует. Более 400 обращений в прошлом году поступило. Мы ведём единый реестр. По всем этим обращениям, своими силами, мы даём консультации. Очень много вопросов по консультации, отдельных норм. Есть какие-то отдельные факты, которые показывают факты, может быть, и рейдерства, и незаконных проверок. По ним после юнской встречи с главой государства у нас сейчас налажена с Генеральной прокуратурой ежемесячная работа. Ежемесячно проводится видеоселектор с участием областных прокуроров. И три последних месяца показывают, что именно такая работа, открыто обсуждение, вовлечение, и там видно все эти проверки. У нас меньше, может быть, по прошлому году нареканий, скажем, финансовой полиции. Как ни странно, оказалось, вот просто я факты приведу, по той же прокуратуре, в Алма-Ате, допустим, транспортная прокуратура, семья Реченская, в один день приходит по один и тот же человек, жалуется на 8 компаний одновременно. То есть, получается, возможно, уже есть какие-то дежурные жалобщики, по жалобе которых, то есть, это внеплановая проверка, пожалуй, позволяет приходить внепланово, не регистрировать, то есть, обходить систему управления риском, которая была заложена в законе о государственном контроле надзоре. Вот такие факты есть, и по ним системная работа ведется. Мы у Бахчана Держа собирались, об этом вопросе тоже сообщили, и Межрецкая комиссия, которая возглавляет Бахчана Держа, в ближайшее время мы уже приступим к рассмотрению этих вопросов. Конечно, почему Минздрав и МЧС поднимаются? Ну, здесь понятно, специфика бизнеса у нас в сфере торговли, общепита, малого, микробизнеса, он так или иначе, конечно, активно не от того, что, видимо, что санепестанцы и МЧС хотят их проверять, а сама специфика бизнеса, каждый раз либо получение разрешительных документов, открытие бизнеса, общепитие, оно законодательно требует нормы выезда этих инспекторов и проверки, поэтому понятно, что по количеству проверок Минздрав и МЧС находятся на первом месте, поэтому всегда пристально меня не вызывают. Здесь тоже работа ведется, и соответствующие меморандумы подписаны. То есть, это первое направление, по которому мы работу ведем, здесь тоже у нас конструктивное сотрудничество налажено. Вторая сфера – это разрешительное. Здесь я хотел бы отметить, что в прошлом году правительством большая работа была проделана и по поручению главы государства сокращение. А самое главное, конечно, административный барьер – это вечная тема, там можно постоянно работу вести, сокращаем одно, появляется другое. Но самое главное, появляются системные подходы, то есть четко определена концепция, будет принят единый закон. Здесь Татам Микен тоже свои предложения внес. МВК, которую решением правительства создана, активно начала работать с начала года. Мы удовлетворены этой работой. И сразу видно, когда силами независимых экспертов МВК ведет обсуждение и обзор, ревизию, скажем так, разрешительных процессов госорганов, сразу показывается, где какие есть прорехи. И эта работа начата. И мы уверены, что до конца года эта работа проделана. И в этом году нам удастся принять этот закон, который в плане у правительства есть, а единый закон, который позволяет на единых принципах через категоризацию, через системизацию эту работу наладить порядок в разрешительной сфере. Ну и также по координации и с Нур-Атаном, и с правительством нами закончен пилотный проект Восточно-Казахстанской области. То есть мы не только сейчас МВК, если рассматривает разрешительные процедуры центральных органов. Сейчас мы посмотрели это в региональном срезе. Буквально в ближайшие дни на президиуме Атамикене будет презентован. С участием мы приглашаем руководство и Министерство регионального развития, как уполномочен органа. Там тоже есть интересные факты, и многие вещи, конечно, надо еще обсуждать, но мы готовы презентовать. То есть работа, анализ местных экспертов показал, что примерно по Восточно-Казахстанской области, наверное, в общих регионах это типовая ситуация. Есть и более 200 разрешительных процедур, многие из них выдаются территориальным органам госорганов, но на местах из них примерно треть можно ставить на утрату или переводить в внутренний порядок. То есть достаточно серьезная работа проделана, конечно, требует обсуждения. Из них две серьезные темы – это выдача в земельной сфере, земельных актов, очень много вопросов. И второе – это по недропользованию как центральных органов, так и на местном уровне. И здесь тоже такая большая конструктивная работа проделана. Одни из серьезных вопросов – это налогоадминистрирование. Здесь в прошлом году у нас тоже конструктивная работа была проделана с госорганами. Более 100 поправок мы обсуждали, более 30 попали в парламент, и они одобрены, уже с первого мая вступили. Из них есть серьезные нормы, которые облегчают в части и проверок, в части ареста счетов. И уже на встречах в регионах предприниматели эти нормы уже на правительной практике отмечают. Здесь тоже налажено конструктивное сотрудничество, работа ведется. По таможенному администрированию мы активно с Министерством финансов и Комитетом таможенного контроля активно ведем. И сейчас, наверное, результаты уже Владимир Ахмедович расскажет. Там тоже многие наши пожелания, рекомендации учтены. Что касается государственных программ, здесь я не хотел бы в цифры сильно вдаваться. Это, конечно, дорожная карта бизнеса самая узнаваемая и самая, скажем, позитивная программа, которая на местах предпринимателям хорошо воспринимается, такая раскрученная, востребованная. О результатах его сейчас уже рукой телефон рассказала. Я единственное хотел бы сказать, что в рамках поручения главы государства и послания декабрьского прошлого года была поставлена задача по целому посмотреть денежно-кредитную политику. Здесь мы определённую работу провели. На прошлой неделе рекомендации свои в Северном Министерстве и руководстве у нас банка перенаправили. Нам кажется, что, конечно, государственные программы, они очень хорошо востребованы, но охват, нам важен охват, и всё-таки, наверное, каналами финансирован больше, наверное, должны служить банки. И хотелось бы, чтобы в этой части, понятно, тема спорная, её надо обсуждать, но нам кажется, что к этим рекомендациям мы хотели бы, чтобы с правительством мы обсудили, и с участием Национального банка, и по поручению главы государства 1 июля какую-то позицию сформировать. По бизнесу на селе ещё одним направлением тоже активно работа проделана. Итогом, вы знаете, в котором я там активно участвовал, стала программа, ожидания тоже большие по Агро-2020. Другие темы, которыми Атамикен занимается, это вопросы тарифов. Здесь тоже у нас с Аремом сотрудничество сейчас налажено, тоже эта работа экспертна, совет создан. Работа по всем направлениям с соответствующими госорганами носит конструктивный характер. И, Сергей Ромич, хотел бы сказать, чтобы, конечно, есть на местах, бывает, много-мало бизнеса, эмоциональные вопросы какие-то поднимают, но мы стараемся объективно на них смотреть. Допустим, по программе «Дому» мы обратную связь наладили, здесь тоже эффективная реакция идёт государственных органов. В прошлом году были сокращены и процедурные моменты по прохождению. На местах много вопросов ставят, что, к сожалению, банки второго уровня, как ни странно, вроде бы коммерческие структуры, разное количество документов, разные подходы предъявляют участникам, вот те, кто хотят участвовать в программе «Дорожная карта бизнеса». В этой связи мы с Ассоциацией финансистов достигли сейчас договорённых, чтобы унифицировать эти подходы. И на местах во время вашей рабочей поездки в семье этот вопрос поднимался, чтобы банки унифицировали количество и процедуру прохождения, потому что для того, чтобы попасть в программу, в первую очередь нужно, чтобы банк-кредитор провёл эти процедуры и уже дальше попал в РКС. Ну и по всем другим программам такая же работа ведётся. Мы в целом удовлетворены тем уровнем взаимоотношений и с правительствами, и с государственными органами. Ну и самое главное, конечно, мы в ожидании, что та работа, которую по поручению государства проделана правительством Атамикеном по законопроекту Национальной палаты предпринимателей, который в целом, думаю, даст системный ответ на все вопросы, даст возможность охватить предпринимателей, даст возможность вовлечь этих предпринимателей, их ассоциация активно вовлечь экспертов и тем самым создать эффективного партнёра правительства по улучшению делового климата в стране. И мы в ожидании, эта работа начата, мы ожидаем, что в этом году закон будет принят, и это тоже послужит серьёзным вкладом в улучшение делового климата в стране. Спасибо.